который сделал этот шеф-кондитер. А я пока поеду за детьми. Отличная идея. Всё, до встречи. Главная составляющая успеха на кухне – это профессионализм. И поэтому мы всегда в наших сладких историях приглашаем участвовать профессионалов. Дамы и господа, разрешите представить. Сегодня у нас новый шеф-кондитер Денис Русачков. Здравствуйте, Денис. Здравствуйте. Мы вас приветствуем на канале «Домашнем». Приветствуем вас по-домашнему, с добротой в душе. У нас вот такая вот сегодня проблема. К нам обратилась известная телеведущая, шоу-мен, или шоу-вумен, как правильно я не знаю, Татьяна Лазарева. Вы наверняка её знаете. Знаете, да? Да, знаю. Видели её по телевизору наверняка. У неё совершенно не хватает времени уделить своим детям. Она с утра до вечера работает и работает, работает, работает. И она пришла к нам в программу, на наш канал «Домашний», и попросила как-то сделать сладкий подарок своим детям, чтобы они не обижались на свою маму. Вот какая у нас с вами сегодня задача. Для этого что мы будем делать, не знаю, но я полагаюсь на ваш профессионализм и на вашу выдумку и интуицию. Я хочу предложить для ребёнка торт. Это будет чизкейк. Для двух детей? Для двух детей. Это будет торт-чизкейк, оформленный свежими фруктами. Угу. А чизкейк какой? Творожный? Чизкейк это будет из сыра Филадельфия делаться. Со взбитыми сливками. Из самой Филадельфии? Да. Сыр приехал из самой Филадельфии? Что нам для этого понадобится? Какие ингредиенты? Значит, для этого нам понадобится песочное тесто, бисквит, клюквенное варенье, жирные молочные сливки, сыр и на оформление свежие фрукты. Ох, а большое масло, да, у нас? Ну да, торт такой будет. Примерно какое, покажите? Килограмма на полтора-два. Ох, я представляю, двое детей, как долго они будут есть этот торт и благодарить свою маму. Ну что ж, давайте приступим. Давайте приступим. Значит, начнем мы с производства бисквита, приготовления. Для этого нам понадобится три яйца, сто грамм сахара и сто грамм муки. А почему вы не используете нож для взбивания яиц? Ну, как бы, это уже профессиональная такая черта, это ускоряет процесс для отбивания яйца. Вот елки-палки, а! Ну, понятно, понятно. Я, в принципе, не умею готовить, но если что-то нужно помочь, я всегда готов. Яйцо мы взбиваем в кучную устойчивую массу. А вы не будете пахать в воду? Сахар добавим после того, как яйца уже будут взбиты практически. А яйца еще не взбиты? Да, чтобы у нас масса не осела, ну, будем взбивать так, чтобы, постараемся, чтобы, чем больше сахара растворится, тем лучше. Делюбка, это работа. Яйца на кухню взбивать. Взбиваем наш бисквит до устойчивой массы, до образования рисунка на поверхности устойчивой. А вот он уже появляется. Да. Он уже почти появляется, появляется, появляется. Ну вот, наконец-то. Наконец-то замолчал миксер. Во взбитую массу мы постепенно вводим муку. Перемешиваем до однородной консистенции. Как ловко у вас это все получается. Вот наш бисквит готов. Мешать его долго не надо, чтобы не затянуть массу. Сейчас мы его будем отпекать на пергаменте специальном для выпечки, который не позволит нашему бисквиту прилипнуть. То есть он будет легко потом сниматься с пергамента. Оставим бисквит выпекаться при температуре 250 градусов примерно 5 минут. Он успеет за это время приготовиться? Да. Ну что же, двигаемся дальше. Первый этап у нас успешно пройден. Бисквит готов. А что же нам делать дальше, Денис? Следующее мы подготавливаем для выпечки песочное тесто. Песочное тесто можно приобрести в магазине в готовом виде. Это будет самый удобный вариант. Или приготовить при... Можно посмотреть. Или приготовить? По классическому рецепту, традиционному, который все знают. Он написан в любой книжке по кулинарии домашней. Друзья мои, записывайте. Тесто песочное. Масло 250 грамм. Правильно? Правильно. Сахар 130 грамм. Яйцо 1 штука или 50 грамм. Мука 400 грамм. Соль 2 чайные ложки. Это вдруг, если вы на досуге смотрите канал «Домашний», решили вдруг приготовить песочное тесто. Еще раз. Масло 250 грамм. Сахар 130. Яйцо 50 грамм. Это 1 штука. Мука 400 грамм. И соль 2 чайные ложки. Все очень просто. И, естественно, такой скалкой раскатать его, да? Для выпечки песочного теста нам понадобится форма. Это вот размер нашего торта будет. Стол мы припылим мукой, чтобы песочное тесто у нас не прилипло. И раскатаем его в тонкий пласт. Заодно и мышцы можно покачать. Вообще работа отнимает все свободное время, да? Сколько у вас выходных в неделю? У меня 2 выходных в неделю. Ну, это роскошно. 2 выходных. Поэтому мне еще получается совмещать даже учебу на вечернем. Я сейчас учусь в институте. На кого? На технолога пищевого производства. То есть вам мало кондитера, вы еще хотите стать технологом? Получить профильное образование, чтобы разбираться досконально уже во всем, во всех этапах приготовления. Это тесто мы выкладываем в форму. Ножечку срезаете. Да, излишки. Делаем ровный бортик. Ровный бортик. Делаем ровный бортик. А я хотел спросить, вот на конкурсе, когда вы заняли бронзовую медаль, выиграли, что это была за композиция «Серебряная свадьба»? «Серебряная свадьба» это был торт в виде часов. Там была символика 25, 50, 75. И вот стрелки часов показывали на 25. То есть как бы символично к 25 годам было приурочено. Ну вот, ровненькие, ровненькие края получились. На дне мы сделаем проколы, чтобы тесто не вздувалось при выпечке. Ой, а можно я сделаю два прокола? Так здорово. Хоть что-то сделал. Вот. Как приятно. Участвуй в процессе. Отлично. Достаточно. Отпекаем мы нашу заготовку. То есть это песочный корж при температуре 180 градусов. Примерно 25-30 минут до светло-коричневого такого загорелого цвета. По этапу уже позади. Бисквит сделан, песочное тесто готовится. Что ждет нас впереди, Денис? Значит, сейчас мы приступим к приготовлению крема нашего для чизкейка. И потом уже после этого соберем торт, каким он должен быть. Для приготовления крема нам понадобится 600 грамм молочных сливок повышенной жирности 30-35%. То есть мы делаем крем сейчас? Нет, сейчас мы взбиваем сливки до устойчивой массы. Она должна быть гуще, чем бисквит. Рисунок у нее должен быть лучше прорисован. Потом мы это соединим с сыром «Филадельфия». Его нам понадобится 400 грамм. Туда мы добавим 150 грамм сахарной пудры и сока цедры лимона. Я знаю, Денис, что вы состоите в Московской ассоциации кулинаров. Давно ли она организована и сколько там членов? Просто интересно. Да, она организована больше 10 лет и насчитывает больше нескольких тысяч членов. И все москвичи? Все москвичи, да. Так вот, сливки у нас готовы. Это такой сметанообразный с консистенцией. Да, густая такая масса. Можете видеть это. Наверное. Ну, я это вижу. Если вы мне верите, действительно густая масса получилась у вас. А сыр мы еще не добавили? Да, сейчас мы будем добавлять наш сыр. Отлично. Перемешиваем сыр. Добавляем сахарную пудру. Ага. Такое сочетание я никогда бы не подумал. Сахарная пудра и сыр. Позицион нет. Бывает такое в приготовлении. Причем сыр, он действительно такой соленый, напоминает виолу. Угу. Я чувствую по запаху. И в сочетании с сладким он будет давать такой интересный вкус. Мы сейчас туда еще и сливки же добавим, да? Да. Сейчас мы туда положим еще цедру лимона добавим и сок лимона. Для этого мы снимем цедру. Цедра – это кожица, я так понимаю, да? Да. Специальным приспособлением для снятия цедры. Если нет такого специального приспособления, можно цедру натереть на терке. Угу. И мелко режем его. Тут я вижу, у вас экзотические виды фруктов присутствуют, да? Это мы тоже будем добавлять? Да. Это физалис земляничный. Физалис земляничный. Можно один я съем? Или нам понадобится? Да, конечно. Я просто, вы знаете, в своей жизни я никогда не пробовал физалис. И сейчас на канале «Домашний» я сделаю это на ваших глазах. Постепенно в нашу сырную массу вводим взбитые сливки. Ну как вкусно. И перемешиваем до однородного состояния. Слушайте, а это как похоже на крыжовник, да? Ну что-то есть, да. А это не надо есть, да? Нет. Я так и думал. Ну понятно. А физалис, где он растет? В южных широтах. В южных широтах, да. Это интересно, у нас вот в Юго-Восточной Азии можно увидеть физалис? Можно, но земляничный я не встречал. Скорее вот, произрастает декоративное растение. Угу. У нас получилось очень много, да? Да, этим кремом мы будем заполнять наш торт. Так что мы делаем дальше? Сейчас будем выкладывать, да? Специальной лопаточкой. Или ложкой. 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 Песочное тесто. Песочное тесто готовое. Мы смажем клюквенным вареньем. М-м-м. М-м-м. Это мы что положили? Наш... Положили бисквит, который мы выпитли. Угу. И пропитаем его сахарным сиропом. На 100 грамм воды возьмем 50 грамм сахара. Это нужно довести до кипения. И получится такой вот сладкий сиропчик, чтобы бисквит у нас был сочный, не был сухим. Пропитываем бисквит. В сахарный сироп можно добавить различные виды алкоголя. Например, сюда подошел клюквенный ликер или красная смородина. Но так как мы готовим торт для ребенка, для детей, то мы алкоголь отсюда исключим, чтобы он был легким, детским, не перегружен всякими вкусами дополнительными. Ага, это специальное приспособление. Да, это кондитерский мешок. Кондитерский мешок. Мы кладем туда крем и будем выдавливать это все. В кондитерский мешок. А почему по кругу вот так выкладывали, Денис, наш крем? Это такая специальная технология или просто так душали? Ну, только такой будет у нас рисунок, чтобы было интересно. Интересно и радостно для детей. Чего хотел спросить. Вот это лежит, я так понимаю, декор. Так называется? Да, это орехи в карамели. Орехи в карамели. Как это делается? Для этого нужно нагреть сливочное масло с сиропом глюкозы или с медом, довести до кипения. Вот можно прочитать рецептуру. Нет, с удовольствием. Можно тоже? Мне так читать нравится? Хоть готовить не умею, читать буду. Тут написано у вас «нуготин», да? «Ноготин» – это его название, вот как классическое. Ого. Этого изделия. Чтобы сделать декор, он же «нуготин», нужно масло сливочное 100 грамм, глюкозу 45, сахар 140 и миндаль. Какой миндаль? Жирный или обычный? Миндальные листья. Так что подойдет любой другой орех, мелко порубленный. 130 грамм. А технология приготовления такая – масло сливочное с медом или сиропом глюкозы. Мы доводим до кипения, вводим туда сахар и все это на плите перемешиваем до растворения сахара. Потом мы вводим туда орех, разравниваем получившуюся массу ровным слоем на пергаменте для выпечки и упекаем при температуре 180 градусов 20 минут до карамелизования сахара, до такого светло-коричневого цвета. Интересно, а куда мы будем это класть в наш торт? Это мы будем использовать для украшения нашего торта. Ага. Еще у нас следующий этап наступает – фрукты. Приступаем к украшению торта. Опять клюквенное варенье? Опять берем клюквенное варенье. Угу. Какая-то дозировка у вас особенная, я смотрю. Ни много, ни мало. По чуть-чуть. Сейчас мы делаем так, чтобы наше изделие, наш торт немножко заиграл. Придадим ему такую насыщенную цветовую гамму. Также в украшении будем использовать свежую красную смородину, свежую клубнику и физалис. Уже знакомый мне и вам физалис. Ух ты! Ух ты! Красота! А-а-а, импровизация продолжается. Выглядит прямо очень уж аппетитно. И посыпем наше изделие сахарной пудрой. Не буду есть клубнику, уже физалис съел, клубнику есть не буду. Сахарная пудра. Красим орехами в карамель. И вот наш торт готов. Ну, естественно, он не наш, он сделан Денисом Сачковым, нашим шеф-кодитером сегодня. А сейчас он отправится к детям Татьяны Лазаревой, которая будет их уговаривать не обижаться на нее. Что ж, Денис, огромное спасибо за эту потрясающую кодитерскую импровизацию. Пожелаем им приятного аппетита. Безусловно, пожелаем им приятного аппетита. Большое вам спасибо. Я надеюсь, что мы увидимся на канале Домашний, в нашей программе «Сладкие истории». Ну, а я сейчас пошел ублажать детей. Счастливо. Вот такой кулинарный шедевр сделал наш...